Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии София Драговоз. Здравствуйте. Для специалистов оборонно-промышленного комплекса будет организовано дополнительное профессиональное обучение. В федеральный список на получение соответствующей субсидии вошли 15 севастопольских предприятий. Предполагается выделить определенные средства на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соотношении 1% Севастополя и 99% Российской Федерации для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые вошли в список Министерства экономического развития. У нас в перечень вошли 15 предприятий. По состоянию на сегодня три предприятия подали заявки. Это филиал «Звездочка», «Оперсей» и 771-й завод. Севастопольцы, установившие в своих домах и квартирах газовые котлы и оформившие документы для их легализации, больше не будут получать квитанции на оплату центрального отопления. У решения давней проблемы на заседании правительства Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Легализация тех, о ком мы договаривались, это был в списке и выполнил соответствующие условия проведена. Соответственно, теперь принимаем меры, чтобы Севтеплоэнерго, с одной стороны, получил недополученные доходы, с другой стороны, как я понимаю, перестанет выставлять людям эти штрафные санкции, пении и задолженность». Компенсация «Севастополя-энерго» за недополученные доходы при этом составит более 9 миллионов рублей. На возмещение недополученных доходов в государственном монетарном предприятии «Севтеплоэнерго» связаны с оплатой за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений на квартирных домах, предусмотренных на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. В объеме 9 миллионов 311 тысяч рублей. Однако нововведение коснется только тех, кто в законном порядке оформил установку индивидуального источника тепловой энергии. Для перевода квартиры на индивидуальное отопление необходим полный пакет документов, подтверждающих безопасность и техническую возможность соответствующего переоборудования помещения. Более подробную информацию можно узнать в Севтеплоэнерго круглосуточно по единому бесплатному номеру 8 800 777 2 0 19. В Севастополе планируют контролировать техническое состояние и эксплуатацию аттракционов. Соответствующий законопроект одобрен на заседании городского правительства и в ближайшее время поступит на рассмотрение в законодательное собрание. Губернатор Михаил Развожаев выразил надежду, что нормативный акт будет принят в самое ближайшее время. Такой пробел-то надо, конечно, кроме шуток-то, на самом деле, тема архи опасная и, в общем, такая. Тем более мы все с замиранием сердца смотрим на попытки подготовить наших аттракционов вот там вот на историческом бульваре к сезону. Не дай бог они будут запущены. Закон быстрее принимать, мне кажется. И начинать там контроль и надзор. Аналогичные законы сейчас готовятся сразу в нескольких регионах России. Напомним, 6 мая в одном из парков Оренбурга карусель сломалась и обрушилась прямо во время движения. В результате к медикам за помощью вынуждены были обратиться 20 человек. Севастопольские орляты России смогут принять участие в профильной смене в детском оздоровительном лагере «Ласпи». Информация о возникновении конфликтной ситуации с распределением льготных путевок появилась в социальных сетях в пятницу. Родители орлят пожаловались, что департамент образования отказал их детям вправе на заслуженный приз, ссылаясь на недавно принятый порядок. По нему в первую очередь путевки положены ребятам, которые ранее не отдыхали в севастопольских лагерях за счет бюджета. При этом в выигравших командах оказалось немало отличников и победителей различных конкурсов и олимпиад, награжденных правом на бесплатный летний отдых в прошлом году. На заседании городского правительства стало известно о принятом в пользу детей решении. Делективных мероприятий, с учетом того, что это вообще федеральный проект для России, мы сделаем исключение, и сегодня это уже было внесено в департамент приказа. Вопрос решен этот, да? Хорошо, и просто еще посмотрите, обратите внимание, всех коллег, что если подобного рода коллизии возникают, в том числе, может быть, какой-то коллектив достаивается коллективной путевке в лагеря детского отдыха, чтобы тоже не применялось это правило с точки зрения повторного. Мы смотрим. Более двух сотен севастопольских мальчишек и девчонок вступили в ряды детского общественного движения «Орлята России» в день, когда во всех школах города прозвучал последний звонок. Торжественная церемония посвящения по традиции прошла в Доме офицеров Черноморского флота. ПЕСНЯ Совсем малыши, а уже патриоты. Торжественная церемония посвящения в «Орлята России» традиционно начинается с выноса флагов России и Севастополя. Следом звучат гимны нашей страны и города. Ученики младших классов целый год готовились стать орлятами. Наизусть выучили слова «Гимна России» и песни «Легендарный Севастополь». Запомнили правила детского общественного движения и гордо произносят торжественную клятву. «Вступаю в дружные ряды «Орлят России», обещаю быть активными, смелыми, инициативными. Обещаю!» Наставники, старшие школьники повязали новоиспеченным орлятам галстуки с символикой движения и надели отличительные значки. Их ребята с гордостью будут носить на торжествах, в походах, экскурсиях. Для орлят открывается новый мир – мир активности, культурных и патриотических открытий. «Мы во многих мероприятиях участвовали. Мы делали для первоклассников загадки, разные задания, чтобы им было не так скучно. Орляткам быть почетно, поэтому я вступила в «Орлята России». «Орляты никогда не сдаются, орляты не предают. Орляты всегда стремятся к лучшему. Орляты поддерживают друзей, помогают младшим и уважают старших». На очередной церемонии посвящения в ряды «Орлят России» вступили 210 мальчиков и девочек из шести школ города. Они смогут выбрать интересные для себя направления. Орленок – лидер, доброволец, хранитель исторической памяти, эколог. Но самое важное – научатся поддерживать друг друга. Ребята вместе со всем классом будут ходить в походы, на экскурсии, выполнять творческие задания, изучать традиции России. К этому мероприятию они очень долго готовились. Прежде всего, они выполняли задания по направлениям деятельности Всероссийской организации «Содружество Орлят России». Они выполняли задания всем классам, что очень важно, потому что самая главная цель Всероссийской программы «Содружество Орлят России» – это сплочение классных коллективов, потому что именно в классе ребята могут раскрыть свои таланты. Очень важно с младшего возраста прививать вот эту систему ценностей, присущие нашему российскому обществу. В Севастополе орлятами России стали уже более двух тысяч младших школьников, а по всей стране в состав детского общественного движения вступили свыше 60 тысяч классов. Маргарита Борисенко, Денис Александрович, Севинформбюро. Независимое телевидение Севастополя продолжает еженедельные прямые эфиры, посвященные геополитике и спецоперации на Украине. Сегодня вечером обсудим следующие темы. О помощи в военном зоне спецоперации расскажет координатор волонтерской группы «Зов Севастополь», заместитель атамана Севастопольского казачьего округа Алексей Абрамчук. О жизни и настроениях в Мелитополе, а также о возможных перестановках во власти Украины после их неудачи в Артемовске поговорим с политологом Сергеем Юхиным. С полковником ЛНР, автором телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталием Киселевым обсудим ситуацию на фронтах и дальнейшие перспективы наших вооруженных сил. Подключайтесь к обсуждению сегодня вечером в прямом эфире в 19.30 после вечерних новостей. На нашем ютуб-канале, во Вконтакте, на Рутубе и в телеграм-канале. Ждем ваших вопросов и комментариев в чат. 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В IX веке Кирилл и Мефодий на основе букв греческого алфавита создали славянскую азбуку – кириллицу. Она положила начало русской письменности. В преддверии праздника в Севастопольской библиотеке номер 30 в Любимовке прошла особенная творческая встреча. Ученики средней общеобразовательной школы номер 27 узнали историю становления русского языка. Сегодня в библиотеке филиале номер 30 в Любимовке царит особенная атмосфера. В тонких струнах балалайки переливаются русские народные мелодии. Пока за окном стучит дождь. В преддверии Дня славянской письменности ученики школы номер 27 узнали историю становления русского языка. Небольшую лекцию в уютном помещении им провел севастопольский журналист Александр Калько. Мы когда начали писать гузиным пером, прошел один отрезок времени. Потом начали уже писать металлическим пером. Вот почти столько же или даже больше, столетия мы пользовались металлическими перьями. А потом мы стали писать авторучкой. Вот тот период уже начал сокращаться. Александр Калько показал школьникам свою коллекцию чернильниц. Удивительно, что с развитием технологий сегодня многие забывают или вовсе не знают о том, как пользоваться перьевыми ручками. А ведь совсем недавно чернильницы использовали повсеместно. Это наша частица нашей культуры или эпизод, или картинка. Вот говорят, что русская литература вышла из гоголевского и шинели, например. Такое есть выражение. Я считаю, что наша культура и наша особенно золотая эпоха нашей литературы вышла из этих чернильниц. Еще ручка вот такая симпатичная была ручка. Вот такая трубочка. Вот так. Потому что надо было передвигаться куда-то. И вот так вставлялось перо. И тут такое же самое было. Там был карандашик. Ребята и сами попробовали написать что-нибудь пером и чернилами. Выводя ручкой буквы, затем отпечатывая лишние чернила промокашкой, дети словно перенеслись в прошлое. Ну, есть чернильница, ну, например, английская чернильница, английского солдата или офицера. Ну, у нас в Балаклаве стояли английские войска в период первой обороны всего Стополя. Ну, и там дожди сейчас вымывают разные, так сказать, это. И чернильницу я там подобрал. И она тем интересна для меня, например, что она с резьбой, она заворачивает колпачок. Сам праздник, День славянской письменности и культуры, стал отмечаться в России в 1863 году, спустя тысячелетия после того, как святые Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку – Кириллицу. Благодаря их трудам появилось славянское слово. Сейчас старославянский язык используется в православных богослужениях. Ребята узнали, как появились первые тексты на Руси. Сегодня мы узнавали о старославянской письменности, нам очень всем понравилось. Мы узнали о многих чернильницах, рассказах, как все происходило, с чего мы занимались глиной, ему тоже очень понравилось. То, что мы сейчас лепим на память себе и забираем это домой, и будет как частичка, чтобы мы будем смотреть и помнить этот день. Особым подарком ко Дню славянской письменности и культуры для ребят стали глиняные таблички с их именами на старославянском языке. Мария Легина, Юрий Риутин, Севенфорумбюро. На базе детского технопарка «Кванториум» прошел ежегодный региональный квест «Велодрайв». В этом году для участников приготовили обширную линейку мастер-классов, среди которых были катание на скейте, охота на лис, вязание узлов и многое другое. Молодые ребята соревновались в умении управлять самокатом и велосипедом. Кроме того, любой желающий мог попробовать свои силы в сдаче ГТО. На месте проведения квеста побывала наша съемочная группа. Еще совсем молодые мальчишки выполняют трюки на скейте. Кто-то пока умеет делать только базовые оли и мануал, а кто-то уже продвинутые версии флипов. Своё мастерство ребята показывают на ежегодном квесте «Велодрайв», который уже не первый год проходит на базе детского технопарка «Кванториум». Сегодня у нас большой спортивный праздник, который уже проходит третий раз. Это наша такая маленькая традиция. Проводим региональный квест «Велодрайв». Это большой праздник спорта, на котором ребята могут принять участие в эстафете, на велосипеде, самокате, скейте. Могут это сделать индивидуально. Но также мы предоставляем возможность, чтобы поучаствовали семьи, которые в общем зачете тоже мы будем награждать. Большую часть посетителей праздника составляют воспитанники Севастопольской станции юных техников. Для ребят приготовили много разнообразных мастер-классов. Здесь есть сугубо спортивные, катание на скейтах, велосипедах и самокатах. Их проводят профессионалы этого дела под чутким руководством представителей лаборатории безопасности, действующих сотрудников госавтоинспекции. Есть и уроки оказания первой медицинской помощи, где ребят учат делать непрямой массаж сердца на манекене. Кроме того, каждый желающий может попробовать свои силы в сдаче ГТО и охоте на лис. Мы ищем передатчики, в которых спрятаны лисы. Это передатчик. Это как бы военный вид спорта для того, чтобы находить разные передатчики. Я очень люблю бегать и мне очень нравится больше узнавать о природе, когда мы бегаем по лесу. Я вот только недавно начала заниматься и мне очень нравится. Одним из партнеров праздника выступает Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсии учащейся молодежи. Его сотрудники показывают ребятишкам, как правильно вязать узлы, ставить палатку и как, например, понять, что перед тобой опасны растения или животные. Как рассказали организаторы фестиваля «Квеста», подобная активность на свежем воздухе очень хорошо помогает воспитанникам отвлечься и провести время с пользой, а потом уже с новыми силами вернуться на занятия в любимый квантуриум. Квантуриум – это невероятная площадка и место притяжения всех детей города Севастополя. Они здесь изучают профессии будущего, получают знания по актуальным и востребованным направлениям в технической сфере. Это виртуальная реальность и робототехника. И у нас возраст от самых малышей, так называемые наши шкодеры, до более старших, до 21 года. В ближайшее время, уже в начале июня, в детском технопарке «Квантуриум» состоится шахматный турнир, а сразу после него – детский фестиваль проектов. Администрация технопарка приглашает всех желающих – и детей, и родителей – принять участие в движении севастопольских квантурианцев. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Севинфорумбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинфорумбюро. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный, плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdpstv.com. Ждите новостей и до встречи в эфире телеканала НТС. Продолжение следует...